Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вера! Ну что, тут у тебя? Почти готова. Давай за две остальные. Хорошо? Вкуснотища. Почти наградила. Идемте загадывать желания. Идем, идем, идем уже. Давай, давай. Веди. Так. Все берут шарики свои и загадывают желания. Так. Вот Вера. О, я нашел. Лизка, вот вы. Ну? Давай, Верунча. А, слово загадывать? Ну, конечно. Чтобы мы успели подготовиться. Ну, хорошо. Хочу на море, чтобы всей семьей. Так. Я хочу, чтобы мой университетский проект победил. Прекрасно. Класс. Ну, у меня без вариантов поступить. Без вариантов поступить. А я хочу, наконец, разобраться в себе. Ну, дочь, у тебя желания сейчас ожидают. Пап, не отвлекайся. Значит так, я хочу... Ой, у вас у мамы шарики запутались. О, я этому очень рад. Зато я точно буду знать, что моя беглянка никуда от меня не бежит. Я никуда и не собираюсь бежать. Поехали. Давайте на счет три. Раз, два, три. В памяти. Владимир Сергеевич, откройте дверь. Все в порядке? Долин. Долин, открывайте. Долин, немедленно откройте. Долин! Вер, ну ты совсем уже обленилась. Всегда только тебя и ждем. Я что, маленькая? Без вас не дойду. Дойдешь, конечно. Но нам всем так будет спокойно. Так, кто-нибудь видел мою подзарядку? Нет. Куда я ее положу? Доброе утро. Доброе утро. Да, конечно, приеду. Хорошо. Поняла. Не позже четырех. Нашел. Поздравляю. Спасибо. Мне сегодня в столицу. Нужно обязательно съездить. Что-то случилось? Нет-нет, ничего. Ничего страшного. Просто обязательно нужно съездить к Марине. Именно сегодня? Мы же договаривались. У нас были планы на вечер. Да. Но наши планы-то никуда не убегут. А к Марине нужно обязательно съездить. Ну, а Марина не может подождать? Мне кажется, наши планы важнее. Нет, не можно. Но у нас же с тобой вся жизнь впереди. Ну, не убежайся. Я поеду. Да, конечно. Юль, ну зачем мне шапки? Еще не холодно. Надевай, надевай. А то простудишься еще. Да, может, сразу шубу достал. И шапку меховую. Так, ребенок, не капризничай. Ну да, ребенок. А как ты картошку чистить или полную, так я взрослая стану. Кир, хватит. Опоздаем же. Аня, ну скажите ей. Скажу. Я к тете Марине еду. Скорее всего вернусь завтра. А я за главную остаюсь. Лизский, привет передаю. Хорошо. Пойдем. Пока, пап. Пока. Зажим. Спасибо. Ровнее держите. Давление падает. Стабилизируйте. Пустил струйно. Так, хорошо. У вас была полостная операция? Да, год назад. После ножевого ранения. А что, это может как-то повлиять на возможность забеременеть? Пока ничего определенного сказать не могу. Просто заметила у вас рубец, решила уточнить. Все анализы и результаты УЗИ я направлю в немецкий центр репродуктологии, с которым сотрудничает наша клиника. И будем ждать результатов. 39,78. Утром Андрей Михайлович смотрел, пищевое отравление и симптомы снял. Но на дальнейшей госпитализации она отказалась. Я вообще ничего не знал. У нас свадьба через неделю. Так, готовьте к операции. Срочно бегом. Давай. Так, слава. Давайте, быстрее, быстрее. Ничего же еще неизвестно. Нужно дождаться результатов. Светлана. Да, да, конечно. Что не так? Да, Максиму не понравилось, что я уехала. Мы сегодня в ресторан собирались, он какой-то сюрприз приготовил. Ты что, не сказала ему, зачем едешь? Пускай сначала результаты анализов придут. Разлетой вновь на перитонит. Промываем. Сатурация падает. Стабилизируй. Кислород. Есть кислород. Смотрим, что там? Сердце по-прежнему. Атропин, быстро. Есть атропин. Дальше смотрим. Что там? Тут остановка. Давай дефибриллятор. Двести. Руки. Руки уберите. Разряд. Качаем. 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 Сердце что? Смотрим? Нет, не запускается. Триста разряд. Разряд. Что там? Не запускается. Зафиксируйте время смерти. Да, баллы у него хорошие. Конкурс в этом году большой. А Лиза как? Ой, Лиза готовит какой-то сногсшибательный проект. Хочется получить стажировку в Лондоне. Умница какая. Как там мой Витцеховский? Ничего, вытаскиваем потихоньку. Он, правда, за последний год сильно сдал. Зайдешь к нему? Не-не-не, сейчас. Не, можешь положить на эмоции подавай. А у меня их сейчас маловато. Просили передать, Марина Викторовна. Спасибо. Так. И кто он? Я не знаю. Но догадываюсь. А, понятно. Добрый вечер. Добрый вечер. Лиза Царенко. Наш коллега из Приморска. Анна Колесниченко. Моя лучшая подруга и прекрасный врач. Очень приятно. Милые дамы, а что если нам поужинать вместе? Я обнаружил неподалеку душевный итальянский ресторанчик. Спасибо, но… Ты когда последний раз ела? Утром. Ну, хорошо, пойдемте. Анна, вы тоже работаете здесь? В лесной решении? Не-не-не, я работаю в районной больнице города Дубровин. Не слышал о таком. Можно подумать про твой Бриз, кто-то слышал. Бриз? Приморский тот самый? Вот и видишь. Я просто очень много читала о вашем центре. И методах лечения, которые там внедрены. Ой, это мое направление – неврология. Я же это весной хотела к вам на форум приехать, не сложилось. Ну что ж, в следующий раз пришлю вам персональное приглашение. Ой, 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 договорились. Что? Что? Мы сделали все, что смогли, чтобы спасти ее. Нам было слишком поздно. Камак, как? Мне очень рада. Камак. Господи. Господи. Я говорю, вам нужно побольше гулять, душать свежим воздухом. Ну и главное – потеплее одеваться. А пациентка мужу, ты слышал, что доктор прописал курорт и норковую шубу? И подмигивает мне. Я где-то уже слышала этот анекдот. Не может быть. Это реальный случай из моей практики. Прошу прощения, это по работе. Ну, как он тебе? Вполне. Обаятельный. Умный, серьезный. Я за тебя рада. Ну, радоваться пока нечему. У нас конфетно-букетное обнихивание. И завтра в десять утра встреча с по-новым застройщиком. Ты же понимаешь, что это значит? Да. Я все-таки решил продавать. Как это не вовремя. А что у нас по Долину? Ну, пока что все тихо. Про самоубийство нигде ни слова. Но теперь-то какое это имеет значение? Что будем делать? Я не знаю. Я подумаю. Прямо странная вещь. Это просто совпало все. Совпало все. Влад, а у меня идея. Давайте в эти выходные съездим в Приморск. Приглашай. Покажем свой хваленый бриз. Боюсь, что показывать будет уже нечего. В смысле? Бриз продают. Это же побережье. Золотая земля. Есть такой застройщик Григорий Панов. Скупает в Приморске все. Ну вот, теперь добрался до Бриза. Снесет к чертовой матери все. И построит очередной отель. Свечка на сорок этажей. Неужели ничего нельзя сделать? Можно. Найти более чуткого покупателя. Но это нереально. Влад, а это идея. Ань, ну давай поговорим с Циховским. У него много состоятельных друзей. Может он кого-то посоветует. По-циховски это очень влиятельный адвокат. Анин большой друг. И по стечению обстоятельств мой нынешний пациент. Даже не знаю. Ань, ну позвони ему, пожалуйста. Он в это время еще не спит. Ну давайте попробуем. КОНЕЦ Лиза, а ты где была? Лиз. Ой. Добрый вечер. Анна... Петровна. Анна Петровна, да. Я... А я Михаил. Миша. А где Лиза? Я не знаю. Я уже волнуюсь. Поздно. А телефон у нее, как обычно, разрядился. Вы проходите, не стесняйтесь. Извините. Вы же у себя дома. Да. Давайте я помогу. А я оператором работаю на телевидении. Мы с Лизой уже целую неделю вместе живем. Где ты была? Мамуля. Ответ ты взялась? Из Дубровина. Телефон заряди, непослушная дочь. Я звонила тебе несколько раз. Вы уже познакомились. Да? Кажется, да. Где ты была? В университете. В мастерской. Доводила до ума конкурсный проект. Подожди. Ты же говорил, он уже готов. Нет предела совершенству. Пойдемте пить чай, молодежь. Слушай, я тебя умоляю, хотя бы не бери маме. Кто с тобой был в мастерской? Да я была одна в мастерской. Я и проект. Я штаны надену. Привет, пап. Привет. Что-то случилось? Ничего не случилось. День мой тяжелый. Ужать будет? Не хочу. Вот не везуха. Недобора нигде нет. Слушай, чего тебя так колбасит? Расслабься. Что-нибудь обязательно появится. И мы вместе с тобой махнем в столицу. Конечно. Если тебя отец отпустит. Ты же видела, каким он сердитым вчера вернулся. Слушай, конечно. Твоя мама взяла и укатила. Юля, а давай мы не будем так о моей маме, хорошо? А я что, не права? Нет, ты не права. Ты придираешься. Помнишь, как она защищала тебя перед отцом, когда ты отказалась в мед поступать? Боже мой, какой поступок! Ладно, я не буду с тобой разговаривать, потому что ты всегда на ее стороне. Да естественно, равно как и ты на стороне своего папаши. И что? Ты дурак. Я навел справки и даже побеседовал с собственником Бризовым. Ему, как выяснилось, не все равно, кому продавать. А он заинтересован в сохранении медицинского центра и даже готов оступить в цене. Ну, в общем, я покупаю Бриз. Вы? Ну, при одном условии. Главврачом в Бризе будете вы. Я? Ну, это же ваше направление. А нынешнему Главврачу, как мне сказали, пора на пенсию. А хотя, наверное, не в моем возрасте говорить об этом. Не знаю, кто вам об этом сказал, уважаемый Вячеслав Федорович, но доктор Тринев находится в отличной физической, профессиональной форме и на пенсию не собирается. Понимаете, я просто его друг, и мне как-то неудобно. Да вы не волнуйтесь, я никому не собираюсь переходить дорогу. Вячеслав Федорович, я... Да, конечно, о таком можно только мечтать. Только вы же понимаете, у меня сейчас семья, Максим, дети, и потом работа в Дубровине, мои пациенты. Это истойно больше, чем должность терапевта в официальной больнице. И не надо бояться изменить свою жизнь. А Максим Александрович, будучи умным и самодостаточным человеком, поддержит вас. Я в этом не сомневаюсь. А знаете, Анна, соглашайтесь. Пожалуй, Триневу пора уступить руководящую должность кому-то более молодому и продвинутому. Мне пора возвращаться в Дуброве. Я подумаю, Вячеслав Федорович. Я же сказал, мне очень жаль. Да кому нужна ваша жалость? Как вы могли отпустить ее домой с такой симатоматикой? А как я мог ее не отпустить? Она категорически отказалась оставаться в больнице. Мне что, ее насильно нужно было удерживать? Если бы диагноз был поставлен правильно, она бы не написала отказ. И операция тогда бы сделана на пару часов раньше. И аппендикс бы тогда не лопнул. То есть вы, Максим Александрович, хотите сказать, что я плохой диагност? Что я просто профнепригоден, да? Я не умерла, но, между прочим, у вас на столе. Папа вчера поздно пришел домой. Везлой. Может, на работе что-то случилось у него? Привет. А где Ваня? Без понятия. Дети поссорились. Вот стоит тебе уехать. Проголодалась? Нет. А что вам сегодня на ужин приготовить? Котлеты или отбивные? Отбивные. Их труднее испорчить. Юля! А что я могу поделать? Не нравятся мне ваши котлеты. Сухие они и жесткие. К маме быть и лучше. Я сейчас с ней разберусь. Да. Да, так бывает. Пациентка написала отказ от госпитализации. Я что, должен был ее цепями приковать? Разумеется, я все напишу в докладной записке. Да, всего доброго. Максим Александрович, дамки с ворот до сих пор не привезли. Прости, я вчера забыл подписать запрос. Я понимаю, все будет хорошо. Спасибо, Катя. Я сейчас вернусь и все подпишу. Ага. Переживается? Да. Слава богу, что мы не в хирургии работаем. Здорово, дружище. Привет. Как ты добрался? Ну, как видишь, живой. Тут у вас и дебри, конечно. Да. Максим, ты меня прости, но хирург твоего уровня не должен прозябать в такой глуши. Не хочешь вернуться в нашу больницу? Я бы посодействовал. Вить, не говори, что только из-за этого приехал. Ты, как всегда, проницателен. Максим, есть разговор? Ну, я слушаю. Только хотелось бы на нейтральной территории. Это некоторым образом касается твоей жены, Татьяны. Хорошо. Подожди меня, я скоро освобожусь. Ты почему с Юлей поссорился? Ни с кем я не ссорился. Еще резать или хватит? Режь, режь. Семья у нас большая. Да, я бы даже сказал, слишком. Ну, народу на квадратный метр. Ну, что, скоро я еду в столицу, всем станет легче. То есть, ты считаешь, что можно убежать от проблем? Не знаю. Я знаю, нельзя. Так и что делать? Находить общий язык, а для этого не бояться признавать свою вину. Искать компромиссы, почему-то уступать. Иногда даже в ущерб своим интересам. Мам, ну ты хоть сама в это веришь? А ты знаешь, у Лизы появился молодой человек. Так, 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 так. С этого момента поподробнее. Ты режь, режь. Ничего сложного, как ты понимаешь. Полип в толстом кишечнике. А умер от сердечной недостаточности. Нев родственники написали заявление в полицию. В больнице работает следователем. И мне теперь можно отразить семь лет. Это один в один ситуация твоей жены. Если ты дал показания, ну, такое случается. Рассказал бы мне про эту операцию, ты мне очень помог. Хорошо. А я до сих пор дала бы паника, как это произошло. У Тани никогда не было проблем сердцем. Ты пациент тоже никогда не жаловался. У него было абсолютно здоровое сердце. Они на это и упирают. В его крови обнаружили следы барбитурата. Наверное, сам себя назначил. Никто не знал, что он уже принял. А у твоей Татьяны, случайно, такого не было? Не знаю. Мы не делали анализа крови после чего. Ну, если бы она принималась седативно, я бы точно знал. Да ты приедешь? Да, конечно, Витя. Спасибо. Да. Девочки, я сейчас... Девочки, я не помешаю? Возможно. Коньяку, пожалуйста. Привет. 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 Город маленький. Вот я не помешаю? Как ты? Как больница? Нормально. А я вот в благотворительном фонде работаю. Помогаю одиноким старикам, женщинам, семьям разным. Знаешь, я поняла, что нет ничего страшнее одиночества. Тебе это не интересно? Ну, ладно. Рада была уездить. Полиня, ты прости. У меня просто... День такой. У тебя номер не изменился? Ну, я посмотрю как-нибудь. Угу. Угу. И он сказал, что купит Бриз только при одном условии, если я буду главврачом. Значит, Марина была ни при чем? Ты поехал на переговор с Высиховским? Да нет. Это вообще все случайно получилось. К Марине приехал ее друг, который в Бризе работает. Он прям при нас узнал о продаже. Я понял. Мы у Высиховского просто спросили совета. А он взял и решил купить центр. Я понял. Ты решил переехать в другой город. И все-таки снова убегаешь. Да никуда я не убегаю, Максим. Да пойми ты, это профессиональный шанс. У меня таких никогда не было и никогда не будет. Да, да. Убегаешь, убегаешь. И по всей видимости от меня. Поехали. Со мной. Я не могу. У меня семья, дети, дом, работа. Я очень ответственный человек. Я безответственна. И, кстати, на днях мне надо будет поехать в столицу. По делам. Ты чего не спишь? Да я воду хочу попить. Спокойной ночи. Спокойной ночи, тетя. Пап. Ты позорил все с тетяней? Нет, тебе показалось. Я думала, вы поженитесь. А вы зачем-то ссоритесь? Слушай, ты такая взрослая стела. Помирись с тетяней. Хорошо? Пожалуйста. Ну, ладно. Давай спокойно. Спокойной ночи. Я как-то сломаю. Вожаше. Я беру тебя. Я беру тебя. Я беру тебя. Иди на дешеволе. Я беру тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, перестой. Дима. Ай! Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я пойду руки помою. Да, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Съездим. Ну, разведаем, что и как. А с детьми? Зачем вам дети? Может, по делу? Давай, конечно. О! Снова сэр. Да, я слушаю. А че ты сел? Вилки? Давай-давай, подъем. О, молодежь. Катя, ну вы старшая медсестра. Вы что, не можете сами решить эту проблему? Совершенно верно. Да, на связи. До свидания. Приятного аппетита. Спасибо. Берите еще какие-то. Кстати, мы с Аней на выходные уедем по работе. Да. Ведите себя здесь. Прилично. Веруш, так как всегда, за старшим. Ой, открыто. Красиво. Добрый день. Рад вас видеть, Анечка. Добрый день. Знакомьтесь. Владислав Борисович Царенко. Максим Александрович Горский. Очень приятно. Взаимно. А я, знаете, уже с утра на ногах. Наконец-то растаможили биохимический анализатор из Японии. Теперь можем проводить исследования прямо здесь, в Бризе, и не ездить в городские лаборатории. Хорошая штука. У нас такое закупили десять лет назад. В Добровине? Нет. Центральной столичной клинике. Я там раньше работал. Познакомьтесь. Тренев Николай Павлович. Специально приехал в свой выходной, чтобы бросить к вашим ногам Анны Петровны свои бывшие владения. Конечно, шучу. Очень переживает за Бриз и за его будущее. Анна Петровна Колесниченко. Добрый день, Николай Павлович. Значит, вы и есть та прекрасная женщина, которая пытается отправить меня на пенсию. Ну что ж, пойдемте, я покажу вам наш Бриз. Сегодня ночью на перекрестке улиц Озерная и Воскресенье. В Сенской произошло смертельное ДТП. Водитель с места происшествия скрылся. Случайные прохожие вызвали скорую, но потерпевший скончался до ее прибытия. Если у вас есть какая-нибудь информация о случившемся, просьба сообщить в полицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как тебе? Ну, прекрасно. Я и давно не был в море. Я про Бриз. Про что? Про Бриз. А, Бриз. Бриз как Бриз. Неплохо для провинции. Да и Царенко не понравился. Низкий никакой, да глаза бегают. А, еще и ручки целуют. Ревнуешь? Очень. Я тебе больше скажу. Треньев, чего местным собираешься ты занять, вряд ли тебя будет поддерживать. Зачем тебе все это? Я пока не решила. Я думала. Выходи за меня. Максим, я... Ты не согласна? Подожди. А так? А так? Я люблю тебя. Ты знаешь, этот Приморск становится моим любимым городом. Теперь и моим тоже. Да, похоже, эту дорогу не ремонтировали с начала прошлого века. Ну, что ж тут поделаешь. Поэтому, несмотря на нашу любовь к Приморску, я думаю, ездить туда не стоит. А придется. Это почему? Завтра позвоню Яцеховскому и скажу, что принимаю его предложение. Понятно. Ну, согласись же, что Брис это очень крутое место. Да там есть все для воплощения моих самых амбициозных идей. Вот-вот амбиций хватает, они прям зашкаливают. А я, честно говоря, даже не знаю, как мы будем жить дальше. Ты что, передумала на мне жениться? Я вас не понимаю. Нести вклад в развитие медицины, при этом еще и заработать. Что вас останавливает? Мне подумать надо. Думайте быстрее. Желающих достаточно. Самой красивой девушке этого огромного города. Да. Влад. Спасибо. Выбылся на денек. Класс. Подрежь мне сегодняшний вечер. Конечно. Сейчас отдам пару распоряжений и сбежим. Лиза, у тебя все нормально? Лиза, можно? Лиза, а можешь пустить? Мне руки помыть надо. Все нормально? У меня две полоски. Какие полоски? Я беременна. Так это круто. Ты беременна. Лиза, ну что это? А мальчик или девочка? Кто? Мальчик или девочка? Дурак. Почему? Откуда я знаю? Подумай. Твоё внезапное сегодняшнее появление перевернуло мою жизнь с ног на голову. Это хорошо или плохо? Это прекрасно. Я рад. А Анну Колесниченко ты давно знаешь? Я что? Еще с института. Вам с ней очень повезло. Она прекрасный специалист по неврологии. Она на днях приезжала к нам со своим мужем. С кем? Максим Горский. Или это не муж? Ну, пока не муж, но я надеюсь, это временно. Они оба заслужили право быть счастливыми. Это как? Аня была замужем за никчемным человеком. Единственное его достоинство – это прекрасные дети. А у Максима жена умерла на операционном столе. Сердце не выдержало. Оперировал он сам. Ого. Давно это было? Лет пять-шесть назад, Влад. Давай не будем говорить. О грустном. Когда я могу зайти к тебе, подписать за иклинику? Да когда угодно. Но я надеюсь, что ты этого не сделаешь. Послушай, ну жить на два города – это очень романтично. Ты будешь приезжать ко мне на выходные, я… Да, семья выходного дня – это идеальный формат. А как ты собираешься растить нашего будущего ребенка? Вахтином методе? Три дня ты, четыре дня я, потом наоборот или как? А потом еще рано говорить. Я так понимаю, ребенок не будет в свои планы? Я зайду к тебе в обеденный перерыв. Давно у вашей мамы депрессия? Я не знаю, мы сможем, живем отдельно, видимся редко. Я думаю, ты у нее после. Папа ушел к другой женщине три месяца назад. Молодой? Нет. Ровесница. У них много общих интересов. Я думаю, мама сама виновата. Она же еще в университете была. Лучшим переводчиком испанского. Даже роман какой-то перевела. Ей пророчили большое будущее. Она вышла замуж. Стала скучной. Там и хозяйка. Понимаете? Она заботилась о вас, о семье. Вы ее осуждаете? Нет, не осуждаю. Жалею. Я выпишу вашей маме список необходимых препаратов и физиотерапевтические процедуры, но вам необходимо вернуть вашу маму к работе. К переводу. Это должно ей помочь. Я попробую. Ты пообедал? Нет, не успел. Ну, что ты там пытаешься вычитать? Подписывай, не томи. Ай, ну, ты повелась на красивую обертку. А что-то внутри непонятно. А у нас здесь реальная работа. Пациенты, им нужна твоя помощь. Да там у меня тоже будут пациенты. Да. И им тоже нужна моя помощь. Все, Максим, разговор это пустой. Я все решила уже. А мне не нравится твое решение. К сожалению, поменять его не могу. Да. Да. Но вот жениться на тебя я не передумал. А мое согласие остается в силе. Ты отвезешь меня в Приморск? Конечно. Моя неисправимая беглянка. Пожалуйста. Сходи, пожалуйста, пообедай. Я разберусь. Андрей Михайлович, как дела? Отвратительно, Анна Петровна. Отвратительно. Что-то случилось? Да так. Жизнь искривая. Городишко мачт. Мольничка заштатная. Бежать отсюда нужно. Бежать. Я даже знаю, куда. Аня, иди сюда. Аня, ты такая красивая. Я тебя очень люблю. Оставайся. Поедешь завтра утром. Нет, я не могу. Суркадил с утра. Автобус выкруся в тридцать. Но не могу. Пересчитайте. Надеюсь, ампулы все целые? Конечно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова